Что такое шотокан? Я объясню. Из всех стилей карате это самый убойный и, к слову, самый распространенный. Это не самое древнее, но очень популярное в Японии, да и в мире искусства. Можно сказать, что в Японии были разные направления, особенно после того, как оружие узнать и отобрали, то есть добавьте еще 400 годков. К слову, сами крестьяне никогда оружия не имели, но они могли постоять за себя. Что же касается этого стиля, рот его и это шаолинь. Стиль тигра, стиль самых низких позиций и взрывных, мощных и быстрых ударов. И вы думаете, что я такой умный? Нет, нет, все это благодаря сенсею и интернету. Сенсей вы знаете, вот он. В процессе тренировок, так как ребенок, вообще занимающийся, сосредоточен на физических упражнениях, и здесь, возможно, такая происходит медитация в действии, когда концентрация внимания на том, что он делает, не позволяет ему думать еще о чем-то. И вот эта медитативная практика и погружение в себя, и в тренировочный процесс, она дает ему пользу или возможность, навык, который он может потом применять в других делах, процессах, в том же компьютере, в том же обучении. Это именно концентрация и суперконцентрация. Потому что, если ты не будешь суперсконцентрирован во время поединка, ты пропустишь удар, который приводит к определенным последствиям. Ну, я бы так это выразил. И поэтому, хочешь не хочешь, ты концентрируешься максимально на достижении своей цели, поставленных задачах. И вот здесь, возможно, одна из граней воспитания каратэ, или навык, который каратэ дает единоборство. Мы говорим о многом, но вот смысл шотокан. Спорт здесь всего лишь 15%. Остальное ум. Быстрота красива. Но иногда людям говорят о том, что первый дан – это много лет. Но вот вам ориентир на другого специалиста. А крутой специалист вам демонстрирует несколько другой подход к осмыслению. Итак, давайте определимся, сколько годков для сдачи черного пояса. И это можно сделать для обыкновенного, но увлеченного каратэ, мальчика, юношу, или любого человека, любого пола. Вопрос возникает достаточно простой. Мне кто-то, не буду говорить, кто-то сказал, что до первого дана у меня человек будет расти 7 лет. Может быть, чуть больше. То есть в определенный момент он встанет, а потом надо будет прыгать. Давайте все-таки определимся, через сколько вы с вашим опытом сможете сделать из обыкновенного человека первый данный, который реально первый данный, может постоять для себя. Не знаю, кто вам говорил. В принципе, если ребенок, назовем так, талантливый и способный к этим делам, к единоборствам, то, скорее всего, возможно, даже за два года можно делать. Два года? А средний, назовем так, в принципе, как я вижу, стандарт, не стандарт, а временной какой-то промежуток, это три года, по-моему, это достаточно, чтобы получить первый данный. Но первый данный, черный пояс, это не то, что он стал там, все, он занимался и стал мастером. Это, скорее всего, как бы человек, как у нас говорят, вернулся к первоначальной своей физической кондиции. Он, в принципе, с черным поясом, по нашим меркам, приобрел первозданную координацию движения. То есть его нигде ничего не тянет, ничто не беспокоит. А то, господа мои, вот к кому я отнесу, во-первых, своего отрока, а затем сам пойду. Не верите? А зря. К слову, вот кота. Вы думаете, что только заучив, его вам поставят оценку. И вы будете совершенно неправы. Не учить надо, а вкалывать по полной. Именно так за вами смотрят судьи. Потому что, как вы выполняете, показывает именно ваш почерк. А каждый человек оригинальный. А вот теперь, чем для игрока, в виде инженера или специалиста по 3D графике это необходимо? Я не включаю в эту работу бухгалтеров, сисадминчиков и прогрумеров. Все сидят за компом и топят клаву. Ну хватит, господа. Изучив и запомнив кота, можно так хорошо размяться, что вы будете рады и ваши соратники. Единственное, что при работе используйте растягивающиеся и хлопчатобумажные вещи. Компьютер и вся вот эта цифровая технология, от нее никуда не деться. Скорее всего, это у нас новый этап какой-то в развитии человечества. Но забывать про кондицию своего физического тела, занимаясь только компьютерами, скорее всего, неправильно. То есть нужно везде там и головой заниматься, с головой заниматься и с телом. Ну то есть как бы физическое воспитание должно присутствовать. Честно хочу, честно желаю. Есть специалист с пятым данным. Это Алексей Грибовский. Он продолжает работу в легкоаталитическом комплексе. Вы можете жить, совершенствуя себя, занимаясь спортом и ведя правильный образ жизни. Ну я надеюсь, кто придет сюда заниматься, он сам это почувствует, ощутит и как бы либо подтвердится, либо у него какие-то другие вкусы, желания появятся. Да. Да.